Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ новости. В студии Гульмира Тимиргалиева. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о главном. Земельный вопрос. В Алматинской области ведется активная работа по устранению нарушений в сфере земельных отношений. По трудам и заслуга. Лучшие работники СМИ удостоились высокой награды. Креативный проект. Сбор макулатуры помог открыть мини-библиотеки в городе Текили. На прошедшем сегодня правительственном совещании под председательством премьер-министра Оскара Мамина отмечено, что в сентябре большинство отраслей показали положительную динамику. Это сельское хозяйство, строительство, образование, техническая и финансовая деятельность, торговля и транспорт. Так, в целом по стране объемы строительства увеличились на 10,5%. Ввод жилья на 9%. Устойчивый рост на 5% обеспечен в сельском хозяйстве. Инвестиции в здравоохранение за 9 месяцев увеличились на 85,7%. Алматинская область вошла в число регионов, где отмечается подъем социально-экономического развития по пяти основным показателям. В целом экономика Казахстана, несмотря на серьезное влияние пандемии и глобального экономического кризиса, демонстрирует рост показателей как в реальном секторе, так и в сфере услуг, отметил в своем выступлении глава правительства. Премьер-министр поручил Акимам регионов эффективно реализовывать проекты, завершение которых запланировано на этот год. В отношении доходной части бюджета до конца года необходимо достигнуть 100% исполнения утвержденного плана. По части исполнения бюджета в текущих условиях руководители центральных и местных органов должны обеспечить эффективное и своевременное освоение. До конца года осталось три месяца и надо приложить все усилия для завершения всех проектов и реализации планов. 800 тысяч гектаров земли, выделенных для сельского хозяйства, остались неосвоенными. На данный момент удалось вернуть в государственное пользование только 111 тысяч гектаров. Это лишь одна из нескольких проблем в сфере земельных отношений, число которых идет на увеличение. Эти и другие вопросы были обсуждены на селекторном совещании под руководством заместителя Акима области Серика Турдалиева. В совещании приняли участие представители Управления жилищных отношений Департамента агентства по делам государственной службы и Акима регионов, каждый из которых поделился своим анализом ситуации. Проблема неиспользования или нецелевого использования земельных участков не является новостью, как и то, что наибольшее количество нарушений приходится на сферу сельского хозяйства. Однако активными мерами на данный момент 590 тысяч гектаров земли были снова переданы для использования по целевому назначению. Также за текущий год подано 77 исковых заявлений по 229 земельным участкам, площадью в 2466 гектаров, еще 120 исковых заявлений на стадии подготовки. В прошлом году нами по незаконно принятым решениям было подано 122 исковых заявления. Это примерно на, по памяти скажу, более 2000 земельных участков. На площади там 4000 гектаров. В этом году мы подали 77 исков. Возможно, эти собственники ни в чем, они являются как правообладатели, то есть добросовестные, доброподрядочные землепользующие, которые в свое время обратились к получению земельных, либо приобрели это по доллару купли-продажи. В этом случае были в свое время акиматами населенных пунктов, там сельско-кругов, нарушенные правила или требования земельного законодательства, к чему сейчас идут судебные тяжбы. В Алматинской области оказываются 383 вида государственных услуг. 16 из них относятся к земельным отношениям. Надзор за деятельностью осуществляет Агентство по делам государственной службы. На данный момент ими ведется активная работа по устранению нарушений в сфере земельных отношений. Как сообщается, большинство нарушений происходит по причине несоблюдения предписанных норм земельными комиссиями. 86 дисциплинарных дел вообще в Советном поэтике с начала года было рассмотрено. Из них порядка около 30% были именно по земельным вопросам. По итогам 9 месяцев 2020 года наказано порядка 20 человек. Если данный государственный служащий при неснятом данном взыскании в течение 6 месяцев нарушит любое законодательство, не только в земельной сфере, то он будет уволен по отрицательному мотиву системы государственной службы. Как сообщалось на селекторном совещании, большая часть жалоб поступает касательно Толгарского, Карасайского и Лийского районов и города Таудокурган. Заместитель Акима области Серег Турдалиев поручил повысить качество работы земельных комиссий в указанных регионах. Андрей Гавач особо обратил внимание на работу земельной комиссии. Сейчас мы обновили состав. В принципе, подходы хотим изменить. Работу РКС мы сейчас пересмотрели каждый инвестиционный проект. Я лично рассматриваю, чтобы вот так не было налево-направо раздачей. Лучший способ повысить качество услуг в сфере земельных отношений – это правильное использование выделенных участков, надлежащее оформление документации и исполнение всех законодательных норм. Тогда не будет места и правонарушением, отмечают специалисты. Рустам Аралбаев, Жасуан Шенкенже, телеканал ЖИЦУ. До 2025 года нужно обеспечить детскими садами 100% детей до 6 лет. Таков был один из тезисов последнего послания президента Республики Казахстан Касым Жумар Татукаева. Строительством только государственных детских садов эту задачу не решить. Нужно привлечь частный бизнес, найти новые формы поддержки, включая ваученный механизм финансирования, отметил глава государства. В числе лидеров по охвату детскими садами – Алматинская область. Регион уже обеспечен на 98,5%, хотя еще 5 лет назад охват едва превышал 70%. Благодаря привлечению частных инвестиций, руководством области были достигнуты соответствующие результаты. Мы должны дать детям комплексное воспитание. Сейчас идет упор на это. Я считаю послание президента своевременным. Задачи поставлены, актуальные. Государством создаются все условия для достижения целей. Думаю, в ближайшие годы показатели Алматинской области будут стопроцентные. Видно, уже проведена колоссальная работа. Сейчас в области функционирует 183 государственных детских садов, частных – 639. Герои нашего времени. 15 работников СМИ Алматинской области наградили медалью «Халак Алгаса». Их самоотверженный труд во время всеобщей пандемии был оценен по достоинству. В самое неспокойное время нынешнего года сотрудники региональных газет, телеканалов оставались на передовой. Наравне с врачами и полицейскими, журналисты и операторы, невзирая на реальную опасность подхватить смертоносную болезнь, ни на миг не прекращали работу. Они всегда находились в самых горячих точках – на блокпостах и в медучреждениях, отправляясь в рейды по соблюдению режима карантина, контактируя с сотнями людей. Ведь перед ними всегда стоит задача – оперативно реагировать на происходящее и информировать население о принимаемых мерах. Напомним, ранее 275 граждан из Алматинской области в разнообразных сферах, проявившие себя в борьбе с коронавирусом, получили нагрудный знак «Халак Алгаса». Мы старались, чтобы люди видели, как страна борется с пандемией, как наша область справляется с этой задачей. И мы давали людям надежду, что однажды мы все-таки эту пандемию победим. И надеемся, однажды это станет историей. И как журналист я в это верю. В Алматинской области подвели итоги конкурса статей на темы «Духовное наследие Альфа-Раби» и «Роль религии в творчестве Абая». Традиционное мероприятие проводится в регионе при поддержке областного управления по делам религии уже в пятый раз. Всего в нем приняли участие 37 человек. В их числе писатели, журналисты, специалисты разных сфер. Отмечается, что в финал прошли авторы 10 статей. Из них выбрали пять лучших, наградив ценными призами и денежными сертификатами. Так, вне конкуренции оказались преподаватель ЖТСУского университета имени Ильяса Женсугурова Сайлаухан Кужагулов и заместитель главного редактора областной газеты ЖТСУ Жуматай Амреев. Каждый год в рамках конкурса были разные темы. Поскольку мероприятие организовано Управлением по делам религии, темы касались именно ее роли. При написании статьи я не придерживался только одной направленности, писал о быте, творчестве и многом другом. Но главное другое. Углубляясь и изучая наследие двух великих людей, каждый конкурсант принес пользу обществу, изучая историю. Продвигать традиции и обычаи казахского народа намерены волонтеры молодежного общественного объединения ПАРОС. Для этого планируется проводить разного рода мероприятия в рамках статьи лидера нации Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи». На днях в этно-ауле Яросыл прошло одно из них. Сюда пригласили опытного коневода. Осет Дуйсенбек продемонстрировал правильную упряжь лошади и рассказал, какое снаряжение для этого необходимо. «Здесь важна каждая деталь», — отметил он, «так как при несоблюдении правил и техники конь и наездник могут быть травмированы». Добавим, мероприятия, способствующие возрождению национальных ценностей, будут проходить в Житусусском крае на постоянной основе. «Сейчас большинство молодёжи не знают культуру верховой езды. Например, они знают, что такое седло, но не имеют понятия, из чего состоит конская упряжка. То есть молодые люди не углубляются и не интересуются верховой ездой, хотя лошадь издревле считалась достоянием казахского народа. Я считаю, что такие мероприятия необходимы, чтобы подрастающее поколение передавало традиции и культуру наших предков, и в будущем делилось знаниями с нашими потомками. Так мы сохраним нашу самобытность». Книга «Вторая жизнь». Креативный проект 25-летнего блогера из города Текили подарил его жителям мини-библиотеки. Реализовать свою идею он смог благодаря обращению в социальной сети Инстаграм. Появились и первые читатели. Подробности узнаем из материалов сюжета. «Дорогие подписчики, мы запустили наш проект по приёму макулатуры, и вот результат за два дня». Сбор макулатуры и открытие мини-библиотек «Идея молодого блогера из Текили» Александра Плотникова нашла большую поддержку жителей моногорода. За месяц импровизированный склад пополнился картонными коробками, а старых книг и журналов собралось свыше пяти тонн. Сбор макулатуры поможет очистить город от мусора и вернуть былой интерес к чтению. Ведь даже в век технологий книги вполне могут составить конкуренцию современным гаджетам, уверен молодой человек. К тому же это возможность трудоустроиться для безработной молодёжи. «Я не знал, что в нашем городе есть такое большое количество читателей книг, и многие писали в социальной сети, на личный аккаунт, что оставьте, пожалуйста, мне такую или иную книгу, либо если вы найдёте такую книгу, пожалуйста, сообщите. И это поспособствовало развитию проекта. Будем завоевать макулатуру, и от этого пойдёт какой-то доход. На этот доход мы хотим предоставить дополнительные рабочие места, так как объёмы увеличиваются, и мы просто своими силами не справляемся. И заработная плата либо будет месячная, либо мы будем оплачивать ежедневно». Не остались в стороне и друзья Александра. Во время сортировки книг они находят интересные экземпляры, которые откладывают в фонд мини-библиотек. Среди них множество исторической, классической литературы, а также ценные тома энциклопедических сборников. «Я не знал, что столько книг лежит мёртвым грузом. Многие жители города сжигали эти книги, а сжигая книги, они вредили экологии. Эти книги не надо сжигать, их нужно читать. Я думаю, что теперь любителей книг станет больше». Первая мини-библиотека разместилась в местном супермаркете. В планах блогера задействовать и другие торговые точки города. По словам Александра, цены на книги текелейцы устанавливают сами. Возле полок установлены ящики с пожертвованиями. На эти средства будут приобретены продуктовые корзины для нуждающихся в семье Моногородка. «Буквально недавно мы выставили эти книжки. Мы думали, что они будут интересоваться народ. Оказывается, очень большой спрос. Люди приходят, спрашивают, интересуются». Инициативу 25-летнего блогера одобрили и в местном исполнительном органе. В настоящий момент представители Акимата Текели рассматривают возможность размещения мини-библиотек в крупных торговых точках Моногородка. Гульмира Тимиргалиева, Мадиба Ибустынов, телеканал ЖТСУ, Текели. С сегодняшнего дня в Атаравской области из-за резкого роста числа заболевших ужесточен режим карантина. Точки общепита, рестораны, кафе, а также крупные супермаркеты будут работать до 22.00. Крытым продовольственным и непродовольственным рынкам разрешено работать до 17.00. Торгово-развлекательным центром до 10.00 вечера. Закрылись фитнес-центры и спортивные секции. Запрещена работа прогулочных катеров. В выходные и праздничные дни будут закрыты торговые дома, кроме продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них. Крытые рынки также закроют. Основной мерой профилактики остается ношение масок. До конца этого года в Казахстане может подорожать бензин. В ассоциации Казэнерджи считают, что цена вырастет до 170-180 тенге за литр. Повышение стоимости необходимо, чтобы предотвратить, как говорят специалисты, вымывание с внутреннего рынка отечественных ГСМ. По словам председателя президиума нефтесервисных компаний Казахстана Рашида Жаксылыкова, нужно выровнять цену на топливо со странами ЕАЭС. Увеличение розничной цены на ГСМ будет происходить за счет роста налогообложения без какого-либо увеличения маржи для субъектов рынка нефтепродуктов, трейдеров и АЗС. Для этого планируется поэтапно повышать ставку акциза. На четыре года осудили организатора подпольного казино. Сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении организатора подпольного казино, который в период действия режима чрезвычайного положения организовал незаконный игорный бизнес. На момент проверки в период карантина и режима ЧП в заведении находились игроки и рабочий персонал. При осмотре обнаружены и изъяты покерный стол, игровые автоматы в количестве 13 штук, стол-рулетка, а также компьютерная техника, ноутбук, телевизоры и денежные средства в национальной и иностранной валюте. Абая будут изучать в Японии. В Токио прошла презентация первого сборника произведения казахского поэта и мыслителя, переведенного на японский, передает Хабар 24. Над литературным переводом работали профессор Хироки Сакайи, исследователь казахской литературы Микия Нишимура, а также составитель японско-казахского словаря Шигенобу Масуджима. В сборник вошли 145 стихотворений, три поэмы и слова назидания. Презентацию книги провел известный японский поэт и критик Кивау Нумура, которого в стране восходящего солнца называют двигателем современной поэзии. А певица Ранка исполнила песню Куэзымнэнкарасэ на японском языке. Книги-произведения Абая Кунанбайулэ передадут библиотекам и учебным заведениям Японии, а также почетным координствам Казахстана в разных регионах страны. Вакцинацию от гриппа начинают во Франции. Каждый год в стране от гриппа умирает от 8 до 14 тысяч человек. Большинство из них – люди старше 65 лет. Хотя гражданам настоятельно рекомендуют делать прививки, в последние годы охват вакцинированных снижается. Коронавирус может повлиять на эту ситуацию. Вторая волна пандемии уже увеличила нагрузку на больницы. А распространение гриппа ухудшит положение. Как заявляют в Минздраве страны, у вакцинации есть несколько преимуществ. Она позволяет предотвратить серьезные заболевания пациентов и помогает избежать госпитализации. В Германии завершилась крупнейшая в истории научная экспедиция в Арктику судно «Паларштерн», длившаяся более года. Ледокол пришвартовался после долгого путешествия по Северному Ледовитому океану, который, по словам ученых, медленно умирает. В течение 389 дней специалисты из 19 стран собирали важную информацию о последствиях глобального потепления. Как утверждают руководители, экспедиция позволила расширить границы возможного в арктических исследованиях. Имеющаяся сокровищница данных и образцов навсегда изменит исследование климата. Жители Бременхаффена с радостью встречали полярную звезду на пирсе. Они считают, что возвращение ледокола – это историческое событие. Профессиональный регбийный клуб «Олимп» Алматинской области готовится к 22-му чемпионату Казахстана. Учебно-тренировочный сбор проходит в Талдыкургане. Биться за первенство нашим игрокам предстоит соперниками из Алматы, Мангастаусской и Кустанайской областей. Профессиональный регбийный клуб «Олимп» в прошлом году стал семикратным чемпионом Казахстана. Планы на грядущее первенство страны не менее амбициозные. Цель – разгромить главных фаворитов на первое место – клуб Алматы. Пока что точная дата чемпионата неизвестна, но уже сейчас ведутся переговоры. Предварительно первый тур Кубка Казахстана пройдет в ноябре в Талдыкургане. В основном весь чемпионат мы боремся с городом Алматы. Там тоже основные игроки сборной. Тоже у них хороший тренер, Абразак Фильдар. Тоже очень опытный тренер, потому что он со мной играл в сборной долго-долго. Вот у них тоже очень физически подготовленные парни. Очень мне нравится тоже их стиль игры. Фавориты идут мы, Алматы, Ахтау и вторая команда ЖТСУ. Ну и дальше идут тоже Костанайские ребята, потихоньку подтягиваются. Следует также отметить, вместе с клубом Алим тренируется и вторая команда ЖТСУ, выступающая под агидой специализированной детско-юношеской спортивной школы по регби. Прошлый сезон они закончили, став бронзовыми призерами. Сейчас обе команды работают на тактической составляющей. Сейчас в данный момент мы тренируемся. Сейчас подготавливаем две команды. Основной Олимп, мужской клуб и ЖТСУ, школа, тоже вторая. Команда тоже участвует в чемпионате Казахстана. И мы надеемся только на призовые места, потому что Олимп за Олимпом первые места. А ЖТСУ тоже молодые, но они тоже входят в призовые места первое по третье. По словам спортивных наставников, во время строгого карантина многое потеряно. Так, для повышения мастерства требуются постоянные игровые тренировки. Во время строгого режима изоляции такой возможности не было. Теперь с разрешением тренироваться спортсмены быстро и уверенно восстанавливают физическую форму. Это были все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин